В свое время в Магнитогорск люди приезжали. Приезжали из-за всей страны Советов. Из-за всей страны Советов. Потому что в Магнитогорске была супер вода. Теперь возникает другой вопрос. Вы сейчас также можете воду попить. В Магнитогорск также привозят вам различную воду из различных источников. Но откуда они берут эту воду? Мы брали воду всегда не из-под того, что нам Господь послал. Потому что Господь послал воду, которая вам дается из открытых источников. Это дождик. В данном случае мы всегда пили артезианскую, ну почти артезианскую воду. И поэтому к нам ездили. И продолжали бы ездить и сейчас. Но время-то прошло. Что с водой-то случилось? А с водой случилось разные вещи. В том числе, я не знаю, кто-то, может быть, кто-то себе поставил дома благодаря тому, что у нас в почках оказываются камни. Но это их не проблема. Для того, чтобы понять качество вашей воды, тут проблем-то особых нет. Откройте свой унитаз и посмотрите. Это сейчас унитазы из Санфаянса. А раньше они, конечно, были из-за чугуна. В то время вы этого не понимали. Потому что чугун, чугун, там все непонятно. А вот сейчас, откройте просто, посмотрите. Я недавно открыл свой замечательный унитаз. Я живу в Ленинском районе. В хорошей части. И, по сути, вода должна быть самая чистая у меня. Потому что я живу в районе вокзала. То есть, у Верхнекий Кизильский водозабор, это как раз рядышком. Тем не менее, не то. Не получилось. То есть, за три года у меня унитаз просто прекратил свое существование. Просто забились. Ну, да ладно. Это я почистил аккуратненько. А поскольку я еще кое-что сделал, то есть, была такая вставочка небольшая. Из нормального металла. Нормальный металл из нержавейки. Открыл ее. Вот такая фигнюшечка. Вот такая, понимаете. Все остальное было в никаком состоянии. Ну, вам-то надо понять. Какую воду необходимо пить? Кто-то может поставить себе фильтры. Фильтры, по сути, фильтр убивает воду. Да, он, получается, убирает примеси всякие. Но сама вода, она уже не есть живая. На мертвая вода. Ну, это надо понять. Потому что зонирование, все это не то, что зонирование. Ядирование, не едирование. Я уж не помню, что там творится. Но, по сути, это не есть айс. Какая вода для нас хороша? Для нас хороша вода из артезианского источника. И мы вам гордостью представляем то самое место. За моей спиной замечательные наши замечательные горы. Много воды к вам привозится, да? Вода из Шадринска, вода из Челябинска, вода из Екатеринбурга, вода из Кизильского района. Вопрос возникает. Такая ли это водичка, которую мы раньше пили? Нет, она не такая. Ну, просто не такая вода. Мы работаем вот отсюда. Это прямо рядышком от города. Ну, не то, что рядышком. То есть, до сюда дымы комбината физически не долетают. И понятен результат. Мы пьем супер воду. И, естественно, эта супер вода, где вам доставляется, есть большое количество ларьков. Лотос вы их видели, я вам показывал в прошлый раз. Но сегодня и сейчас эту воду вы можете купить в бутилированном виде. А меня попросили показать вам место. И вот вам то самое место, которым мы берем артезианскую воду. Для справки. Когда-то Магнитогорск считался городом с самой замечательной водой. Дело было 30 лет назад и более. Городу было 50 лет. По сути, даже не город. Это почти поселок. И даже не поселок, даже не деревня. Это просто что-то, что было, но не было. Но Магнитогорский металлургический комбинат сделал свое дело. И, простите, пить ту воду, которую мы берем из земли, это совершенно неправильно. Все водозаборы в опасной близости от ММК. Плюс 60% износ. Плюс Россия. В которой за наш счет застраиваются коттеджи. Вам это надо? Пожалуй, нет. А где берет воду свою Лотос? И тут все просто. Мы берем свою воду из Уральских гор. И качество нашей жизни зависит от гор. А их у нас-то и немного. Саяны, Кавказ и Урал. Вот мы-то здесь и живем. Кстати, вода в городе хлорируется. Вода здесь озонируется. Это круче. Вода здесь проходит очистку и нету накипи. И вода перед тем, как залиться в бак, проходит обеззараживание ультрафиолетом. То есть и в ларьках, и в заливке встает чистейшая вода. Которая разливается вот прямо за моей спиной. Вот там горы уральские. Вы увидите все это дело. Это не так далеко. Теперь возникает другой вопрос. Если вы работаете где-то там. Или не сможете все это дело к себе притащить. Мало того, если это будет пенсионер, бабушка, может быть, мама. У нее ребенок. Она не сможет себе притащить 20 литров. И 5 литров тоже это не есть хорошо. Тем не менее, можно позвонить по телефону 592-333. И вам эту воду принесут. Поставят в кулер. И вы будете ее кушать. И с нее варить. И получать удовольствие. Потому что это вода безо всяких приблуд. Представляете, да? И где все это делается? Мы вам все это дело и показали. То есть, это и есть ваша суть жизни. Никуда не ходите. Просто позвоните по телефону 592-333. И вам все это дело привезут домой. С точки зрения фом неверующих сообщаем. Любая вода немагнитогорского разлива делается в ближайших поселках из питьевой воды. А, простите. Вы не фома неверующий. Хотя понять-то надо. В общем-то, многие рано или поздно задавались вопросом. А из чего делается бутылированная вода? То, что вы обычно покупаете и пьете из обычной питьевой воды. Безо всяких там канифолей. В 90% случаев любая другая вода делается из такой же питьевой воды. Вода от фирмы Лотос разливается в бутылки из артезианской скважины. И вот, чтобы вы поняли, что это правда. Вот вам то, что подсказала мне супруга. На заднем плане горы. А спереди разлив воды. И даже больше-то говорить и не буду. Вода чистейшая из скважины глубины 106 метров. А зонируется здесь же. Проходит очистку от накипи. Обрабатывается ультрафиолетом. И разливается в емкости 19-литровые. Как вам такая штучка? Кстати, я познакомился с учредителем. И только благодаря ему я понял, что мы можем пить правильную и живую воду, данную нам природой. Ну а затем уже будет для нас водичка артезианская, минерализированная. Хотя вам-то, по сути, понять надо, какую воду вы можете сейчас пить. Скажите, пожалуйста, глубину вашей скважины. Глубина воды, глубина скважины 106 метров. 106 метров. Она находится прямо рядышком здесь? Да, недалеко. Буквально там в 50 метрах от этого цеха. Я понимаю, что вы получаете замечательную артезианскую воду, но ее необходимо озонировать. Это тоже присутствует? Совершенно верно. Вода озонируется, проходит через ультрафиолетовый фильтр и попадает уже непосредственно в тару. Озонирование – это часть продукта, который вы делаете. Но, тем не менее, надо же ее еще умягчить, правильно? Да, вода проходит систему умягчения для того, чтобы в приборах, то есть в чайниках, в кулерах не образовалась накипь. А вот так вот даже, да? Это называется, вы супер воду даете, потому что у нас не то самое, понимаете? Хорошо, в городе Магнитогорске 500 тысяч населения, да? Вы даете свои замечательные ларьки, в которых вода точно такая же, вопросов нет. Но если, допустим, человек захотел эту воду попить, и он не сможет эту воду сделать, может ли он себе заказать вашу воду, вот то, что вы сейчас делаете за вашей спиной? У нас существует доставка воды артезианской, абсолютно такая же, как и в ларьках, что любой человек может заказать эту воду себе домой. А можно ли сделать так, чтобы весь город пил вашу воду? Справимся. И вы хотите такую воду пить, вариант простой, либо вы пойдете в ларечек, но это же не простой ларек, да? Вы сюда приходите, вставляете бутылку, то есть надо понимать, что здесь нету ни человеческого фактора. Просто ставите бутылку, вам говорят, сколько вы должны залить. Бутылки бывают разные, от литровки, там, 5 литров, можно 3 литра, никаких проблем нету. 1,5 литра тоже можно сделать, можно 19 литров поставить, никаких проблем, вот оно, делается. Все это вам объясняется, если сильно-сильно хотите посмотреть, на YouTube залезьте, вбейте Челейкин, Лотос и все поймете, как это все это делается. Если нету, то я вам уже объяснил. Если что-то не получается, вот смотрите, замечательный телефон, 592-333, и теперь вы можете бутылированную воду от фирмы Лотос, настоящую, артезианскую, качественную воду, заказать себе домой, вообще никаких проблем нету.